меня на мусике упрекнули что я мол измеряю что угодно но не пульсации вот это вот блока питания ну и начал я изучать эту тему и действительно получилось так что я измеряю не совсем правильно вот у меня сейчас в качестве нагрузки будет такой вот резистор 4 и 7 ома ppb 50 g потом отстегнул крокодильчик потому что оказывается он наводит неплохие наводки и сделал вот такой вот приспособу то есть просто намотал проволочку и вот вот так вот на на выход буду подключать а то я как-то особо и не задумывался насчет того как верно ли я провожу измерения или нет так ну и там меня заодно попросили померять пульсации на входе пульсации на входе буду мерить из проводов но лучше всего конечно же было бы прямо на плате блока питания ну если честно мне не охота его разбирать потому будет так вот так вот подключил полная нагрузка составляет 82 вата то есть напряжение 19 и 66 и ток 4 и 2 ампера мультиметр то есть осциллограф перевожу в режим эйси то есть через конденсатор сигнал поступает так потом давид джонс рекомендует включать ограничение полосы пропускания что я собственно сейчас и сделаю так вот надо в данный момент на входе у нас вот такая вот картина что собственно не совсем то что должно быть даже учитывая вот слишком много вот вот этих вот всплесков так потом нужно мне перевести в режим пик detect хорошо и надеюсь мне кто-то из метрологов более-менее поправить потому что я этим не часто занимаюсь скажем так так ну и чтобы получить более менее приличный сигнал я включаю фильтр высоких частот и вот начинаю опускать частоту среза у меня получится потом так ну вот получается что-то типа вот этого только если чересчур сильно срезать то амплитуда вообще падает ниже плинтуса вот как бы вот такая вот картина у меня получается ну вот максимум что я могу выжать кстати в очень фильтр если изменять развертку по времени тоже начинает работать на другой если вы успели заметить по вот этому вот показателю на другой частоте так ну ладно надеюсь я делаю все правильно если я делаю неправильно поправите меня в комментариях так теперь включая автоматическое измерение того что происходит на экране так первое напряжение пик-то пик то есть от самой высшей точки до самой нищей нищей точки 21 мили вольт в рмс то есть средние квадратичные вот это вот этих вот ну скажем так что это похоже на треугольник грубо говоря ну это же напряжение минимальное напряжение максимальное период я не знаю не уверен насчет того верно ли она отображает так а вот это аппаратный частотомер но скорее всего он показать что-то неправильное на него лучше не рассчитывать вот так резистор уже горячий я вот сижу руках примерно на расстоянии 77 сантиметров и довольно таки неплохо греет ладно не суть такой вот такая картина у меня на входе то есть от зарядки ноутбука вот такая у меня зарядка и вот такую картину вы на ней наблюдали теперь что же у нас происходит на выходе для начала я фильтр отключу чтобы было более нагляднее и так примерная частота работы шим-контроллера вот этой вот платы должна быть 180 килогерц ну и если увеличивать развертку то мы вот здесь видим работу шим-контроллера но это по идее не есть правильно пульсации примерно должны выглядеть вот так опять же включаю в эти фильтры сначала немного добавлю частоты и буду постепенно убавлять я пока не увижу более-менее нормальные пульсации ну вот как то вот так все развертка по напряжению самая минимальная 2 милливольта пик-ту-пик у нас четыре с половиной милливольта рмс 1.2 в общем сами можете все видеть вот ну и что вы скажете насчет всего этого правильно ли я делаю или нет если же отключить фильтр то у нас вот такая картина немного побольше ну если развертку покрутить то что-то похожее на работу шим у нас есть кстати сейчас 4 часа ночи нормальные люди в это время спят но не я так отключаю вот этот вот монстр уже легкий дымок от него появляется ну наверное на камеру не видно но я на него подавал 80 ватт хотя он рассчитан на 50 но это советский здесь по любому запас присутствует этот кстати монстр охлаждается примерно минут 15 хорошая штука но это самая мощная нагрузка которую я смог у себя найти ну надеюсь что-нибудь да мне подскажете что я делаю правильно что делаю неправильно потому что действительно я проводил измерения не совсем правильно